15 февраля 1989 года последний советский солдат перешел мост, соединявший СССР и Афганистан. Спустя 9 лет с начала войны потери советской армии составили более 14 тысяч человек. Свыше 50 тысяч получили ранения. В военную службу на территории Демократической Республики Афганистан проходили более 620 тысяч советских граждан, в их числе Александр Николаевич Пономарев. Сегодня он военный пенсионер, начальник сектора организационной работы Совета депутатов в Химках. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за боевые заслуги. Всю первую половину жизни прослужил в воздушно-десантных войсках, в том числе два года в Афганистане, в должности заместителя командира батальона 350-го полка. Он обеспечивал жизнедеятельность различных подразделений советской армии, действующего правительства Афганистана, участвовал в гуманитарных операциях. О некоторых из них Александр Пономарев охотно поделился. Была такая операция, называется «Магистраль». Значит, под руководством Бориса Всеволодовича Громова, он впоследствии был губернатором Московской области. Суть операции заключалась в том, чтобы пробить дорогу на хост. Дорога была блокирована душманами. Воевали мы по простому принципу. Подходили к горам, если, допустим, горка не нравилась, ну, в кавычках, скажем так, по ней артиллеристы открывали огонь. Если на горе чисто, продолжали движение. Если духи, вступали в бой. И, соответственно, всеми имеющими средствами их оттуда выкуривали. Взяли мы перевал этот, не за три, наверное, непрерывных боев, скажем так. Взяли его быстро. Взяли большие склады с продовольствием, там, медикаментами, с обмундированием, там, всяким, все это, трофеи называется. Закрепились на высоте 4320 метров. То есть взять перевал, это полдела, его надо удержать. А удержать его, ну, довольно сложно, потому что, как говорил там начальник штаба, сейчас духи узнают, что мы, нас тут мало, ну, и начнут воевать. Был такой инцидент, скажем так. Вот на блоке, на котором называется блок, мы блокируем определенную высоту, командный пункт, роты располагаются, а внизу ущелье дорога, по которой машины ходят. И мы должны не допустить противника, чтобы он овладел нашими высотами. Если вы знаете, сухпайки выдавали вот в таких картонных коробках. Вот когда съели этот сухпайок, банки бросали перед позициями. Для того, чтобы, если вдруг ночью кто-то будет идти, чтобы был слышен звук от этих банок, шуршание там и так далее. Ко мне подошел дежурный, вернее дежурный, а с этого, с поста, часовой, ну, сказал, что увидел вертолеты летят. Ну, по-нашему называется, работают пчелки. Ну, я доложил оперативно. Оперативный мне сказал, что все у нас находятся на аэродромах, и поэтому все должны быть на местах. Ну, я дал команду приготовиться на всякий случай и внимательно слушать. То есть, не шуметь, а методом прослушивания. Вот, через какое-то время прибежал опять солдатик, говорит, идут. Это ночь, темно, ничего не видно, ну, то есть, реально темно. Слышно было, банки шелестят там, то есть, люди продвигаются. Ну, что, решение было принято такое. Никого не будить на посту, шум не поднимать. Снял по одному часовому, парные посты были. По одному часовому снял, поставил здесь, ну, в месте, где наиболее видно было активность этого противника. Два пулемета, ну, их считайте, там три автомата или четыре. Вот, ящик гранат. Замысел такой. Подпускаем противника на ближайшее расстояние. Значит, каждый бросает по три гранаты. Пригибаемся, осколки пролетели и открываем шквальный огонь. То есть, обрабатываем полностью эту территорию. Утром спустились туда вниз, там были лужи крови, скажем так, остатки снаряжения. Резали потом эти индивидуальные пакеты медицинские, тоже там разбросаны были. И все, людей не было. То есть, ушли все. Как потом сказали контрразведчики, видимо, пакистанский спецназ сдавал экзамен после выпуска. Ну, не получилось у них сдать экзамен на отлично. Не только события войны, но и множество бытовых и даже комичных ситуаций хранит в памяти Александр Пономарев. А некоторые даже попали в объектив фотоаппарата. Как, например, случай с новогодней елкой. Было мне приказано вернуться под Новый год, вернуться в Кабул. И, ну, вернуться, вернуться. И я начал собираться. А возвращаться как? Нужно было вот на вертолет. На вертолет. Он доставляет до брони, так называемой. Это место, где командный пункт, там все остальное. А потом оттуда попутно вертолетом до Кабула. И я решил с собой увезти елку. Срезал елку. Значит, с боем, а вертолеты садились там, вот если здесь видно, на одно колесо. То есть площадки приземления не было. Он просто на одно колесо опирался и крутился своим винтом. Он не давал это, балансировал летчик. Вот. Ну и мы... Я начал запихивать вертолет в елку. Борттехник мне не давал ее запихивать. Ну, в общем, мы с ним повоевали. Немножко елку я запихнул. Потом прилетел на броню. Там вертолеты забирают продовольствие, боеприпасы, вывозят на блоки. И там вот такая идет движение. Ну, так как какая-то усталость была, перекусили немножко. Лег полежать. Лег прямо на землю там расстелил. Рюкзачок под голову. Рядом елка, чтоб не украли. Держу ее. И тут вдруг затишье какое-то. Поднимаю голову. Мне, говорит, Громов летит, командующий 40-й армии. Вот. И все как-то рассосались. Эти вертолеты никого не стало. Ну, Громов садится. Но я уже вставать не было поздно. Я лежал за этой елкой. Смотрю, вертолет сел. Выходит по ступенечкам. Спускается человек в военной форме с генеральскими погонами. И идет прямо ко мне. Ну, естественно, я вскочил и не знаю, что делать. Он подходит и говорит, ты куда летишь? В Кабу? Да. А елку зачем? Новый год. Давай мой вертолет, тебя ребята подбросят. Я думаю, ничего себе, вот это повезло. Оказывается, он как-то приземлялся. Он смотрел в иллюминатор. Увидел, как я валяюсь рядом с елкой. И подумал, знаю, наверное, что парень там валяется. Подошел, как раз разобрался и отправил мне на свой вертолет. Это Джек, собака. Такая история интересная. Вот эта собака Джек. Она с нами прошла фактически, ну, везде была. И ее хозяин вывез домой. Дома стояли как-то вот так, как бы таким Пентагоном, да, закрывались. И Джек гулял постоянно во дворе. Если Джек гулял во дворе, ни один чужой не заходил. И женщины спокойно выпускали своих детей в песочницу. Он, во-первых, не давал никому чужому подойти. А во-вторых, он детей из песочницы не выпускал. Недавно Александр Пономарев начал писать автобиографическую книгу. В первую очередь для своих родных. На эту мысль его навела одна находка из семейного архива. Перебирал старые архивы и наткнулся на грамоту 1945 года, 1945 года, 2 мая. Приказом Верховного Главного Командующего Маршала Сталина, значит, от 2 мая 1945 года, моему деду объявлена благодарность за то, что за овладение столицей Германии Берлином, Дрезденом, Чехословакией, в Чехословакии, Прагой. Я думаю, ничего себе, такая шикарная фотография, она, ой, это грамота, почему-то она как-то, как-то затерялась. Да, вот фотография деда моего. Потом начал смотреть архивы, и вот нашел его наградной лист, как он тут взял в плен 15 фашистских солдат, сколько-то тут еще и убил, а такой спокойный был, и я начал собирать. Потом думаю, а вот я тоже как бы воевал, награжден, да, правительство государственными наградами, там, и так далее. И мои внуки, к примеру, откуда они будут знать, чем я занимался. Я решил написать книгу, вот, ну вот эта рукопись, значит, в этой книге я, как бы она является автобиографической, тут немного описал о себе, о детстве там, и то же самое Афганистан. Но это только первая часть, вторая часть это будет Югославия, Балканы, ну и так далее. Безусловно, каждый год 15 февраля в Химках проводят торжественный митинг в годовщину вывода войск из Афганистана. Впрочем, и афганцам, и ветеранам других локальных войн не нужны особые даты и годовщины. Здесь, в стенах клуба воинов-интернационалистов, они регулярно встречаются, обсуждают деловые вопросы, просто отдыхают, вспоминают боевых товарищей. Здесь вот бойцы наши, химчане, которые погибли в Афганистане, ежегодно перед 15 февраля мы проезжаем по местам захоронений, и там, если необходимо, приводят в порядок захоронение, ну и так далее. То есть заботу проявляем. Опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют. Опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова